АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращается муж в три часа ночи из интернета. Жена опять накликался. Любит, ой, не любит, ой, любит, ой, не любит, ой, любит, ой, не любит, ой, мазохистка гадала на кактусе. Встречаются два друга и разговаривают. Слышь, я вчера с девчонкой встретился, по инету месяц общались. Ну и как, чё, как она? Да, недооценил я её умение работать с фотошопом. Мужики, я рос в многодетной семье, мне постоянно приходилось донашивать одежду за старшими сёстрами. На пляж вообще стыдно выйти было. Ты знаешь, одна подруга другой говорит, я хочу вернуться к мужу немедленно. Почему? Я не могу больше видеть его счастливую рожу. Сынок, мне кажется, у тебя проблемы с наркотиками. Да какие проблемы, бать, могу достать. Парни, прикиньте, мне врач разрешил пить водку только в те дни, в названии которых есть буква С. Парни, ребят, это как? Среда, суббота и сегодня. Это невозможно, ребят. Моя жена всё время просит денег, каждый день. Да ей день, да ей. Куда ей столько? На что она тратит? Не знаю, я ни разу не давал. Слушай, Стёп, а у тебя жена верная? Верная. А, то есть ты не в курсе. Сынок, мама сказала, что ты вчера себя плохо вёл. Да, папа, потому что я вёл тебя и ещё дядю Колю. Жена-блондинка курит на кухне. Муж, потуши сигарету. А ты уверен, дорогой, что хочешь на ужин тушёную сигарету? Слышь, у тебя чё, жена двойню родила? Да не, ну просто в роддоме, где она рожала, акция. Рожаешь одного? Серёга, Серёга, а я видел вчера, как ты выходил из гей-клуба. Да, выходил. А ты-то чего остался? Разговор в магазине. У меня скидка, я ветеран. Ветеран чего? Куликовской битвы? Удостоверение предъявите? Не могу, ещё оформляется. Странно, татары уже предъявляют. Ну что, мужики, возьмём вечером по пятьдесят? Да нет, ну давай помоложе возьмём. Посетитель официанту. Скажите, это правда, вот, что вы, официанты, за нами доедаете? Официант, ну что, это неправда. Это вы за нами доедаете. Все рекорды побил один менеджер в салоне Тойота, ну где Лексусы продаёт, такой, такой совсем для зажиточных. У меня много упакованных друзей, хорошо, но это, как правило, очень интеллигентные, образованные и хорошо подготовленные к жизни люди. И вот один из таких людей, один из таких моих друзей поехал покупать Лексус. Ему менеджер, менеджер, я их правильно называю, кое-какеры, записывает ему, получите свою машину 31 февраля. Тот так посмотрел, мой друг интеллигентно, говорит, перепишите, пожалуй, число. Менеджер спрашивает, почему он говорит, в феврале нет, нет 31 числа. Тот говорит, да, да, хорошо, и переписал, 30 февраля. Он говорит, перепишите, пожалуйста. Почему? Он говорит, нет 30 числа. И этот пишет, 29. И тогда мой друг говорит, вы понимаете, в этом году нет 29. Ну там завис был конкретный. Ну а этот разговор я слышал в аэропорту, две такие девчонки, такие, вот, у которых юбки нигде не кончаются, потому что и не начинаются. И стоят одна, одна другая говорит, слышь, а какой самолет, на каком летим? Она говорит, Боинг будет. Тот говорит, да, говорили чартер. Тот говорит, ну ты чё, Боинг тоже хороший самолет. Вот такой умный разговор такой состоялся. Ну, по-моему, все рекорды вот этого дурошлёпства побила девчонка на пляже в Риге. Ребята захотели с ней познакомиться и говорят ей, ну, надо же как-то интересно познакомиться. Ну, что там, девушка не меняли, вы ждёте, это банально всё. Они подошли к ней, говорят, причесаться надо, расчёски нет. Она говорит, не дам сразу так. Тебе говорят, да нет, мы про расчёску. Значит, нет. Она говорит, я и тебе сказал, а не дам ничего и расчёски не дам. Она говорит, почему? Ну, готовый точняк. Только сегодняшняя молодая деваха могла такое вот это. А вдруг у вас глисты? Ладно, переходим к финишной, к нашей финишной прямой. В газете прочитал. В свои 60 Леонтьев хочет выглядеть на все 100. Откуда у вас силы ещё? Можете мне объяснить? В газете. На Всероссийскую конференцию для обсуждения проблемы деторождаемости слетелись со всей России учителя, врачи и специалисты. В газете. Отделению экстренной хирургии срочно требуется священник. Я даже чё... А как вам это объявление? Ищу работу продавцом или продавщицей. А вот энергетика русского человека. Спою на вашей свадьбе, поминках. Ну, всё равно наш чём петь. Знаю гимн России, Боже, царя храни. Шумелка мышь. Объявление в газете. Вот рекламы. Это такое чудо. Рекламы. Массаж. Какой это косметический салон? Вообще, Россия — это страна непуганных косметологов. Реклама. Массаж. Восклицательный. Всем. Два восклицательных. Всего. Три восклицательных. Ещё реклама одного из косметических салонов. Мы восстанавливаем имидж деловой женщины после корпоративной вечеринки. Город Караганда. Такси «Волга». В таксопарке. Слоган. Плакат. По-нашенски. В автомобиле марки «Волга» в пути вы будете недолго. Кто это всё придумывает?